я вас не отвлекаю почему я написал а потом думают позвоню потому что мне сейчас скоро на работу пол восьмого не годится что ваша работа как она на меня может действовать я только что это вы зря так делаете извините работа никакого отношения не имею к этому я всем прошу что сначала внизу написать надо а я сначала написал вы наверно не нет меня возили в город только что я пришел ладно слушаю это меня зовут рустам гусейнов может меня помнить вот нет я не против сейчас я просто я пришел к такому выводу что ну как я хожу в храм уже воцерковлен пять лет крещен но к сожалению со полного покаяния такого да вот внутреннего я не достиг к сожалению и уже исповедовался причастился пришел к такому выводу что если я сам вот этого состояния полного покаяния не достигну то есть если я сам себе не помогу никто не поможет вот то есть правильно я думаю как вы думаете ли не потому что я стараюсь как бы да я хожу практически каждый день храм молюсь каюсь исповедуюсь и такого как раньше просто я уже давно библию изучал как раньше такого состояния покаянного такого с чистым сердцем чтобы на людей не злопаминствовала и чтобы но вот это злость не скапливалась моем сердце такого состояния к сожалению светлого чистого я ноту вновь дал как первый раз как многие разы давно я достигал сейчас и к сожалению не могу достичь я пришел к выводу что наверное скорее всего совесть моя как бы да осквернена до такой степени что к сожалению даже господь даже не дает полного покаяния может быть я не прав может быть я в чем-то сомневаюсь может быть подскажете вы мне что-нибудь мне интересно было послушать так сказать вашу точку зрения на этот счет если можно а по национальности кто вы я по отцу азербайджанец а мама у меня там и русский в общем русский азербайджанец вот кстати да я не буду скрывать я принимал ислам но потом когда я изучил библию покаялся и в этом году через священника прошли мы таинство специально то есть я вернулся в церковь православную теря полностью православно христианин ну естественно же меня предупредил о том что у меня дальше дороги как бы не будет назад если я уйду из православия поэтому в этой связи как бы я один раз и окончил я тогда по глупости еще когда учился четвертом курсе университета принял ислам я искал бога я изучал религии вот мне это было интересно моя душа стремилась к богу всегда вот и в этой связи так сказать я уже полностью окончательно пришел к православию опять же благодаря вам потому что если бы я не слушал ваши видеоролики если ваши материалы не изучал я никогда в жизни не стал православным потому что вот на таком уровне на котором она сейчас преподнесено людям она только отталкивает людей вот почему я понимаю множество сектантов до тех же баптиста 50 десятников которые просто желают жить словом божьим не оскверняться очищаться наоборот жить по совести жить есть такое понятие свобода совести вот многие люди к сожалению не имеют такого чистого сердца покаянного и им просто ну как сказать не дано это сознавать они это даже не чувствовали в своей жизни поэтому они ну как могут предполагать что вот дерзко так говорить вот сектанты не их понимаю потому что я сам был таким хотя учитывая тот факт что я членом секты никогда в жизни не был я просто было такого мудрства не умствования что с такой точки зрения вот но мне задали вопрос я ответил да я принимал ислам но теперь я полностью православный теперь ну как у меня такое чувство что ну ну я не до конца вот покаялся хотя исповедовал практически все грехи и причастился и такое чувство знаете ну как совесть совесть запятнанная я это понимаю что грешный человек может быть это нормальный процесс то что я в процессе развития вот работаем над собой но такого состояния чистого которого досягала раньше я сейчас не ощущаю к сожалению не это немножко пугают так здесь копать потому что вот это разъедающее недовольство бездеятельность это все связано с одним с блудом и поэтому искреннее покаяние здесь бывает обходным маневром идут дальше не затрагивает от грех а этот грех такой вот как допустим во время войны есть наступление окопное ждать и отступать то есть не отступает программу он проигрывает он не знает как сохранить и армию кутузов отступил сохранил тебя так и здесь если были какие-то связи до этого а мусульманство здесь не сравнимо ниже христианство когда здесь проповедуется хорошо остаться одному служить для бога неженатый заботиться о господем то у них четыре жены каждая жена что подарила 5 сыновей аллаху понятно что это близко не сходится даже на православному по христианскому это религия разврата вот в этом вопросе разврата потому что две жены как православный смотрят а те три четыре одну выгнал если опять может главное чтобы не больше четырех вот недавно передавали это обсуждание у него двухсотый брак двухсотый еще сравнивать у православных так если женился жена молодая там или как погибла то второй брак допускается и даже третий на его на пять лет отлучают от церкви 4 нет уже нету при том что у него ни одной жены нету они там погибли бывает нам утонули или как вот надо расследовать вам в этот вопрос вы говорите вот я там был там вроде у вас чище было святее положение ваше как вы это определяете я определял это по состоянию души вот то есть на библии как сравнивать себя с самими собой неразумно видите как сами себя я считаю по своей душе я не не восхваляю ваше предыдущее состояние сегодняшний я его не знаю я считаю библию и нахожу что и не так надо рассматривать во свете библии потолкование святых отцов вот первое что меня интересует первую часть ваш распорядок дня и где вы работаете я работаю в больнице вообще на узи ультразвуковая диагностика и в рентген кабинете то есть радиолог рентгенолог доктор ультразвуковой диагностики сейчас буду на мрт учиться закончил я еще свое время поступил в италии университет но я там так сказать и не его и не закончил меня приняли на шестой курс университета города триеста и я был вынужден вернуться обратно домой потому что там с работой все очень сложно а финансировать себя надо то есть я же не на чужой шеи это не буду сидеть правильно ну да я закончил в донецке ваша специальность как раз склонна к тому о чем мы впереди говорили врачи это циники в абсолютном большинстве подавляющим сын ясно ну и и проще они знают анатомия человека и просто смотреть на человека неповрежденным взглядом для них это затруднительно это надо иметь большой страх божий хорошая специальность все во во сколько встаете уже встаю в 6 но вот код у меня есть у меня будет в 5 надо в 5 вставать в 440 вот как вы говорили ну я как сразу по немощепоти можно так сказать потому что еще слабый надо укрепиться и кстати от вы говорили заблуд заблуд я не женатый человек я не знаю что такое рукоблудие я не знаю что такое прелюбодеяние я этого не знаю а раньше что было я уже давно покаялся исповедовать исповедовался и причастился за это понимаете я абсолютно здесь в этих вопросах не тронут и на работе я действую по совести у меня нет никакого с этим с этими наклонностями большинстве случаев сейчас на узи даже смотрю органы брюшной полости то есть до живот оголяют бывает почки смотрю такое знаете в рентген кабинете там в основном кости легкие рентген лаборант сделала снимок так сказать я его беру я описываю смотрю то есть без цинизма чистой совести я работаю по совести я вообще говорю о врачах да я просто свою ситуацию большинство в осквернении живут врачей я знаю очень надежные люди ненадежные они чтобы крепко так верили как войны и эсэнестки это или евангелист лука это просто я знаю встречаюсь с ними а вот еще хотел говорить и так вот а сколько у вас на сон уходит на сон уходит ну вот я вчера лег кстати ваши видеоролики смотрел ну где-то отдых 12 и в шесть проснулся ну шесть часов проспал хорошо там вы лучше разложите чтобы одна всегда в одно время вставать чтобы для молитвы не было недостатка во времени спокойно и обязательно чтобы у вас было не меньше ста поклонов не меньше поклоны такие чтобы рукопол доставал или земные надо просто привыкнуть не слушать сектанты они там такие протестанты у них нету ни креста ни пояса они этого ничего не знают ни поста ни креста хотя они говорят да мы вот это это все обман я их очень хорошо знаю как не знать когда я 45 лет ими занимаюсь положили полжизни поэтому есть грехи которые идут в тандеме которая глушит отнимают у человека разум волю это опять тоже самый грех вот допустим есть житие василия нового и там феодора цареградская упоминается у димитера ростовского но она видит когда человек умирает и идет и там мытарство мытарство это мытнице это таможня отдельно по ругательством где-то ругался отдельно там пьянство но наркомания то есть если где-то что-то ты делал веселые смеялся там хватался все записано и когда человек умрет душа идет по этим мытнице по этим этапам по этим таможням то их 20 20 это злоба сребролюбие вот это ненависть так вот на блуде прелюбодеяние погибает больше чем на всех остальных 19 то есть гитлер со сталином если бы они женщине знали они выглядят более прилично нежели блудник тут надо очень серьезно отнестись к этому то есть сон лишний где-то это все расхолаживает человека сон должен быть хороший полновесный и в то же время прерывший чтобы ночью их была молитва если можете вы просто спросили я отвечаю как имею опыт вот если вам хочется доступно чтобы это было найдите как вы человек интеллигентные грамотные льва николаевича толстого роман кресио рассоната а потом когда вы посмотрите книгу прочитаете можете посмотреть фильм так и называется крейсера соната вот найти этом увидеть там очень и очень хорошо говорит этот именно эту тему он объясняет про женщин прошу да все именно так когда ревность была и он убивает жену и а дальше рассуждение идут где там антицерковное там легко можно отместить главное этот вопрос взгляд если тот человек я вот там был знал женщину когда-то я покаялся это никуда не ушло у тебя в голове осталось это и теперь на женщину он говорит ты не можешь смотреть чисто но будешь смотреть как блудник это я его говорю как он говорит ягод после того как я впал блуд будучи там студентом я уже никогда не мог смотреть на женщину иными глазами он говорит там пазняков один кажется лаву и олег пинковский играют пинковский или как он янковский янков да очень-очень сильная конечно с книга не сравнишься но я просто так вам штрих показываю где и никогда не сравнивайте себя с этим нужно работать молиться трудиться спешить на помощь где господь покажет тебе и вот эти сравнения они наши тем более самого себя сравнивать внешне я пил теперь я не пью были женщины теперь у меня нету воровал теперь него это видно но господь смотрит на сердце до его или ты стал больше бояться тебя там где-то впервые прижали один раз это второй срок тебе еще больше дадут и человек не ворует а все время жадничать вот это бы мне надо вот это а это уже дорожка к воровству так и женщина рада но посмотрел с вожделением не трогал ничего прелюбодействовал сердце своем сердце ну какое тут мусульманство то может где то они это вообще не знают и не слышали у нас как ненавидящий брата есть человека убийца лежал спал никуда не выходил а вот ему бы чтоб повылазило уже человека убить уже кровь с пальцев капает видите как это тот самый минимум на который нам господь указал это не максимум это минимум а максимум означает вот допустим человек пил а я не пью он говорит теперь и в воде воздержись даже в воде воздержись если ты раньше грабил то теперь постарайся милости не давать не просто не граблю а именно выше планку поднимать и сколько давать вот теперь читай тавитом 18 книга тавита тавита первая глава 8 9 стих когда он там платил три десяти на и на на что это из библии все поэтому я не священник еще не могу сказать но у меня иногда такое что я не могу найти ответа нигде 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 по сегодняшний день его нет ответа или что и вдруг неделю назад забрежил свет что я мог бы искать где-то меня интересует в мире только одна личность ну христианин я знаю апостолов пророков меня интересует только гитлер на это знание мухаммад не апостол я про них все знаю только он а что именно то что какой был человек великий заботливый о родине и как он пошел а вот это вот убийство превратился в чудовище сделался как дьявол и столько погубить людей и поднял руку на богоизбранный еврейский народ понимаете это нельзя меня интересует его переживание когда подступать стал от курской дуги там от саленграда было ли него покаяние если он сам себя убил не было он самоубийца пошел в ад считать эти даниловские там вот андреевские шрастры вот не вдруг находится такой материал я сам не знаю как на него попал я много я люблю документальные смотреть а вы о войне игрок вторая мировая война и называется день за днем вот себе просто запишите где-то вторая мировая война и дальше день за днем и вы сразу выйдете на это материал я почти нашел то что искал там их 12 человек участвует в этом деле трое на варятом остальные там где-то видимо в разных странах ищут материалы документальный документальный это не не одна серия 95 серий 95 по 26 минут именно вот с этой стороны почему так было сталин там муссолини черчилль там врусбельт все какие были войны и все документальные идут кадры как воюет как степона этом хирохита там император и что ими двигало они рассуждают рассуждение они не ставят выше сталина гитлер два тирана почему так получилось и дальше и дальше и дальше это то это я всегда так понимал рассуждал они до последней точки почти дошли но не говорят дальше то ли не знает или что ну не я думаю они не знают не может что боялись где-то что все это постигает нас по милосердию божию или когда-то мы виноваты были сами где-то делали вот отец думает как так моя дочь вдруг замуж собиралась и ее там парень обольстил и бросил ее она теперь с ребенком 1 а златоуз говорит это и прям силен говорит а вспомни не поступал ли ты с какой-то женщины а теперь твоя законная жена на тебя идешь домой купил там святый шоколад она тебя как и львица встречает за что ты думаешь за что я тебе все а вспомни в твоей жизни ты не поступал ли коварно против женщины а теперь то законная с которой ты живешь она мстит тебе как хирургический нож скальпель в руке а ты этого не знаешь посмотреть на будущее было там это или не было и вот это уныние и прочее это пусть даже давно когда-то было она влияет на человека влияет святые даже не видели ничего себе как вот а в агафон а он согласился его год и блудник да он плачет сказали еретик нет просто и протестант нет никогда потому что это слабость природы а там умышлено уклонение от истины в ересь но ни один еретик ни один протестант не может сказать что он церкви находится почему там нет рукоположного пасторство нет в таинство нет литургии и поэтому за православие держись двумя руками не просто так а уцепить и щенки такой не гляди на это трудись над своей душой и знаешь с тобой что-то не спеши прищищать все будет пост объявится никогда не нарушая узнай какие не разрешаются что услышал один раз два раза не жди не надо второй раз может не наступить а пусть еще раз скажет один раз ты богу дал обещание служить доброй совести служи вот это что вы говорите это ввергает в уныние когда спрашивают что такое уныние игры святые по разному отвечают но у меня есть своя наработка я отвечаю от плохо сделанной работы плохо молился плохо считал слово божие отвлекался где-то плохо смотрел глазами плохо на работе в вашей работе нужно все время повышать уровень свой безошибочно это все делать у нас вообще не есть врач крови больницы патологоанатомы и все время каждый год почти ездит в санкт-петербург его направляют там где-то в москве курсы все время повышается и повышается ошибка это не то лекарство не то лекарство другой орган разрушится мы думать о другом не надо ваша специальность божественная божественная потому что мы видим врачебное искусство богом поощряется иногда иной раз и в их руках бывает успех серафа говорит а кто согрешает да впадет в руки врача он его будет резать терзать и у врача есть 33 момента где он может задуматься чем он решает лечит травы травы все лекарства это травы химия него никогда не не даст то что дают травы дальше скальпель ненужное гнилое отрезать и прочее и третье слово слово утешение сказать по евангелию как но его надо повернуть назад сегодня еще на третьем курсе охота уже что-то резать кандидатскую защитить докторскую я их очень хорошо знаю врачей этих я сам был на операционном столе не раз и попасть на хорошего врача это милость божья на милость божья просто а основное если бы у вас было так ты сделал неправильный анализ и почку там что-то загубил то закон такой тебя усыпляет почку отрезает и ему пришивают вот это додумал ну как в древней греции смешил глаз и как-то задел выку человек мешался не глаза а головы головы поэтому где-то можно сказать я достиг вершины я вот профессиональный строитель я свое дело знаю закрытыми глазами могу делать там печи 45 пещей делал вот а у вас вершины нет потому что вы все самые лучшие врачи и пирогов там какие вы только при начатке пути это творение нечеловеческое божественное но это бесконечно сколько ты бы не знал ты будешь знать это еще не все ты еще не знаешь как вещь от таиланде как китае в южных областях она берет себя за руку вот так вот готов меня на третьем месяце беременности у меня гриста хатом четвертом она определяет кто мальчик или девочка вот как и он там советский там дипломат или кто там был и лечиться но и деньги сколько за прям а то за что ну я был в эту цену нет говорит если вам задали сделать горшок а он развалился вы за не платите я буду лечить я вам заранее сказал 4 месяца ходить если у вас будет улучшение исцеление тогда заплатите я сказал сколько платить только так а у нас лишь бы только схватить платишь за лекарства передержано ненужное в элисе 470 детей уколами уколами которые запечатаны были эти шприцы заразились пидом в элисе видом это кто туда и заложил но врачи то не знали это они разрезают пакетик вытаскивают думаю там все дезинфекция не так поэтому к врачам лишний раз не обращайте но бывает упал сломал там что-то а пускай молодых лечит ставят на ноги наставляю его говорим у слова божественное операцию делали я лежу на столе а я им проповеды на столе меня только привезли а там отрезанное было у меня болеет а студенты набились тут и я с ними беседы в это время начала отходить я даже не понял что отошло уже все боль прошла я им свидетельствую о боге и пост утром приносят там манку его на молоке да у нас пост ну и что ну нельзя молочная ну что вам отдельно готовить думаю я и не прошу а как и ну пять дней осталось пять дней то и так пролежу тут они забегали все там и мне и чего только не принесли никогда не идите на поводу у похотения плоти никогда не будет позволить и по тюрьмам пола стала лагерь видеть но пост армии никогда не нарушить просто я не спасаюсь постом ну а зачем я буду нарушать мы должны богу показать верность я православный это очень высокое звание когда где-то начинает кто христианин на форуме меня регистрируется я уже знаю еретик подключена динаминация конфессии это слово еретик прикрывается православный везде пишет православный то есть я правильно славе бога отца слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь вот православие я может вам скажите не о том говорю но это вам никак не помешает я понял выйдите из этого состояния вы должны быть павел пишет 11 раз послали к филиппе сам он закончим говорить какие материалы там я могу вам скидываю по скайпу я уже скидывал материалы да надо скину это уже вам хватит и более могу скинуть одним файлом все у меня 38 томов одним файлом а там заряжай контур f бери и ищи что хочешь а я уже скачал открытым оком для слов божия нет уз вот это все скачал надо читать читать развиваться хотел у вас еще уточнить один нюанс вы говорили как бы да и по канонам по соборам церкви православные что крещение должно быть троекратное полное погружение так вот я в пять лет крещен не троекратный неполное погружение не священники когда с таким вот вопросом к ним подходил они отказываются крестить второй раз потому что говорят единое крещение до его не было ни одного едино крещения вот погружение запрещает 50 апостольское правило тут ни одного не было слово крещение по-русски переводится погружение там по-немецки талфан погружать перевода нету а ты уже не был погружен не был погружен не было крещения это обман был обман тебе фантик подали там что-то деньги получал пришел домой ничего нет второй раз получат это не получал тебя обманули то есть получается в этой связи все обманутые все обмануты обманутые люди а и получается большая часть они что будут получается из-за этого неправильного крещения гореть ухту мы не будем давайте договоримся написано слепой слепого ведет и оба упадут в яму в яму то упали оба не думайте что который шел а этот на него упал ему помягче будет про это не сказано оба у меня же вели оба упадут и хоть сколько говори я не виноват попс лучше знает он семинарирующийся он делает неправильно почему ты сам не узнал как надо да я это знаю но у меня вариантов нет понимаете они мне вариантов не дают они говорят все единое крещение правильное это так написано но его ни одного не было крещение это повышение я это понимал как утер лицо и все просто остановились на том что у меня безвариантабельно то есть вариантов больше нет здесь где ежай тот мы еще приезжали с италии откуда только не было у нас людей из германии из франции не говорил что ты если из республик и из грузии еще только не было из киргизии человек не крещеный приезжает готовится у нас после 7 июля крещение надо посмотреть по календарю какое первое воскресенье то есть и почему я загорел об этом вопросе потому что может быть первый мой вопрос да то что я не могу полностью очиститься там это может быть еще от этого зависит то что я неправильно крещен это взаимосвязано хотя я раньше 11 а так это у нас 17 год на 18 нет после 7 июля если 7 до а если на попадать на 7 то 7 это на 17 год у меня аж в июле до крещению 7 июля мы вас маршрутку заранее договариваемся мы видим что человек был готов ему посылаем какие вопросы что ты должен знать а этим себя угнетать я что как вы послание филиппистам почитайте в общем запишите к филиппистам прочитайте его сначала все потом медленно по главам а потом по стихам не забудьте что павел сидит в тюрьме и 11 раз говорит радуйтесь и еще раз говорю радуйтесь почему она так говорит теперь проверьте свое питание нет ли у вас там лишних калорий которые могли бы говорится не тратить на них деньги то или на милостями пойти надо все это смотреть иногда приходят жалуются меня блуд мучает по чревная страсть по чревам а настоятель посмотрел с ним поговорил наставник то и говорит у тебя чревная страсть ты не давай себе дня три есть у тебя все эти амуры то и уйдут чё ты так распустил вожжи то она плоть тебе и командует ты затоми когда коня обучают ему привязывать голову там вверх стоит молодой конь то не дают пить и есть ему и он смиряется в голову то все а потом его запрягают и парит его и по пахоте гонят его чтобы телега там колеса тонули то но бьется бьется дальше некуда а потом дадут ему выпить но и прочее так и здесь то обуздай свою плоть по пахоте и прогони да не давай пить есть несколько дней и ты увидишь как у тебя свет засияет и ангел явится как одной было сказано герман там трудился евдокия самарянка она была красавица блудница со всех сторон к ней и деньги у нее богатство не сосчитано было могла с королями соперничать и вдруг через стенку там в гостинице где она была ночью слышит кто-то считает итак приготовьтесь будет судь божий явится сын человеческий на облаках сила и слава и великою она всю ночь слушала а потом служанку послала и говорит это 14 марта по новому стилю узнай кто там позови его он ярмонах и она его спросила так у нас какой говорил суд так и не знаешь что суд божий нет а кто ты такая самарянка и ничего не знаешь она горит нет и он стал ей говорить а потом горит и неделю постись не пей не ешь тебе ангел явится и правда ангел явился и и она стала в дальнейшем мученицей евдокия ведь это житие ты можешь сказать а я в это не верю но это твое дело но жить и обходить просто так не надо этого опыт сектантам им это не надо протестанты там все они никакие какие православные смотрят на все я вот маленький вам вопрос задам почему у вас расстегнута рубашка а я я практически никогда не застегиваю на верхнюю порту а вот меня сковывает что это вы перешиваете пуговицу сегодня всегда зашиваете это масонки нормально нормально у вас совершенно другой вид это у масонов он должен быть в галстуке или расстегнуты его не может по-другому не но галстуки я не люблю сам галстуки не люблю в армии всегда все в войну везде смотришь как они все были застегнуты расхристены нету это американская демократия масонство вот один раз услышал все я услышал один раз что за столом над столом не надо склоняться а вот край стола вертикаль за нее чтобы не заклоняться почему василий великий говорит всякая скотина зверь склоняется к пище а человек подносит к себе вот и все ну да хочешь быть хотя на почерпнула кусочек тебя не облокачивайся почему серах вы сидите облокачивание на стол как же это маленькая о за этим многое кроется это почтение к пище благоговение как бы тел начальник детского лагеря 45 лет у меня прошли тысячи детей разных из детдомов и поэтому я никем был не был связан у меня своя система воспитания и поэтому я делюсь опытом ко мне там начальники даже приезжали мои лагеря по америке много ездил скалских лагерях я им сказал ваших воспитателя даже бы на территории лагеря не пустил лагеря стоят там посты не соблюдает и даже священник а почему власти запрещают да какое им дело до нас властям то хорошая страна запрещают а нам никто не запрещает я могу даже при советской власти поститься каждый день поститься молиться хоть всю ночь на никто мне ничего не скажет вот тебе и разбирайся где лучше в америке или здесь я считаю люди которые в америку идут и тем более в трудные времена это очень близко к предательству очень близко всюду измена трусость и обман это изменники жили вырастились выучились и пошел другой стране что-то вас там строить и проще никак не годится израиль никогда добровольно не уходил а плен их рассеивал это понятно мы все равно их собрал господь еще будет собирать вот она мопед они не стремились гонят когда они бежали в египет филистимлянам когда вы а так то если чего же ради я побегу мы были в азербайджане несколько раз когда у нас вместе было в баку в доме малы ночевали моя смотрел видео у нас хорошее отношение с ними моим свидетельствам о боге я никогда не касаюсь для корана я уделил время 18 тонн силикон написано почти сура я ты до одной суры аят и разобрал в сравнении с библией беру и соответственно в библии где по объему я могу сказать сколько занимает он меньше нового завета в одну целую каждого пятнадцать сотых разу я вам сыслал материал нет нет библии я вам кину чтобы маленько так это вы да мне присылка ляда почему то есть это надо знать сравнение учение иисуса христа с мухаммадом чуть-чуть как море а у другого говорит сердце как бурдюк все уже трещит по по швам никак это не помешает знать национальные обычаи их культуру как сегодня говорят тем более религию у нас не религию у христос религия разные если хорошие ну конечно не христианские не новая вера что одна христова но если вера христова но дальше то надо быть церкви конечно конечно протестанты это не церковь потому что никакой связи они не имеют рукоположение епископства только этим определяется а то мы церковь еще ради то в семнадцатом веке возникли разделение теперь празднует и там митрополит православный это безобразие просто мы должны от этих празднований как от чумы болотной бежать чего ради они разделили он был монах лютерта и размонашил сам себя на монашке женился 6 ребятишек нажил он изменник изменник он богу давал обещание заветы все нарушил это хуже некуда вот и теперь вот как бы вникают в писании в себя понимаю читаю даже от матфеев даже пятую главу да и он больше сравнивая себя вот с этими словами как вот даже тут написано где сейчас к примеру вот а я говорю вам не противься злому но кто ударит тебя в правую щеку то обрати к нему и другую то есть настолько все просто написано но исполнить это настолько сложно я сопоставляю себя я совершенно с этими словами просто ужасный человек негодный раб вот поэтому стараюсь так сказать в эти рамки втиснуться и улучшаться поскольку ведь у вас еще есть природное непослушание крот сейчас пишут в газете идут два азербайджанца на встречу им докажется армянин идет армянин и он счета улыбнулся или что-то не понравилось они прошли маленько потом развернулись и убили его в городе не у себя в другом месте пишет так один он шел а два армянина точно так же ему тоже показалось что смеются он вернулся и двоих зарезал не армяне его зарезали а он армян значит в вашей природе есть что-то такое жестокое есть но я беру то что есть я видел где есть я встречался прекрасные люди но они каким-то образом связаны видимо с богом прямо готовы все отдать настолько они хорошие люди вот это были мы самиры там в баку где она же азербайджанка это грамотные люди милосердные добрые но в своей массе это вот такое это уже никуда не денешь это показалось что засмеялся ну а как он смеялся на он улыбнулся ну и чего значит резать надо это никуда не годится когда в храме стоит у меня бывает было особенно раньше кажется что кто-то смотрит на меня там это все бес путает и я это уже до такой глубины все изучил сам на себе экспериментально что стараюсь так сказать что не сделаешь это одержимость бессовства стараюсь стараюсь больше над собой грешник сам себе накачай будь милости ко мне грешному создав и меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного вам землю поэтому я стараюсь работать больше над собой вы понимаете выброси из себя эту дурь я думаю мне кажется там не такой священник все такое не я пусть спасутся год один я погибну вот это установка это откуда надо начинать самая главная борьба это борьба против собственного я вот должно быть это я уже понял я трехся когда уверовал если бы есть духовное рождение с ибану было бы у тебя мысли такие не придут у тебя собственная уже будет достоинство во христе во христе я искуплен да я ничтожен я падший но меня христос омыл кровью своею он принял меня и говорит радуйтесь еще раз радуйтесь это грешен много грешен грешен супер грешен это позади он меня омыл тем более если крещение принимает человек все смывается с него он как будто сегодня родился только надо просто реально смотреть на это все не то что мне кажется я думаю поэтому судья не судит так вот видите отсутствие полноценного крещения видите нет это допустим и сегодня просто крещение как его надо готовиться к крещению но эту дури себя выгнать просто господи избавь меня от этого я отвергнись себя возьми крест и за мной мало ли еще показалось кто-то смотрит да и смотрит на меня того достоин а ты улыбнись в ответ улыбнись и все вот есть такой фильм я давыд как мальчик бежал из гулага и он и там он с детства там был в пяти лет его там глобили и когда он бежал оттуда ему помогли бежать он не может улыбаться у него мускулы не работают и когда он первый раз улыбнулся до того удивился что он улыбнулся это было в кампучии там полпот янг цари когда были половина государства уничтожили колодцы все были забиты трупами водка женщины самый такой возраст репродуктивный то перестали рожать а отмерло все мы должны перешагнуть и духовно трудить для людей себе пригласи давайте словом божьим заниматься вы сейчас каком городе находитесь я нахожусь город макеевка рядом с донецком сейчас донецкой народной республики православная но этот мой взгляд а город углидар да а у меня есть я добавил там друзья там одного человека договоритесь и встретитесь с ним да на егорович игнатов игнатов да вот так он бы приезжал нынче дней десять нас потерявки был приехал мы ему разрешили приехать без разрешения даже мыслить нельзя это категорически запрещается узнаем о человеке подготовим место так что у вас еще так принципе все буду над собой работать тогда и сейчас же на работу уже ехать сегодня проверки на работу делать свое дело как перед богом не так чтобы для начальника не я стараюсь у меня такое кредо пациент сюда прав и поэтому я стараюсь что пациент всегда было доволен уходил так сказать я имею ввиду плане того что у меня обращение к пациентам как людям нормально бабушка так лечилась я хочу чтобы меня лечили так он не прав вы как врач это вредно для легких это нормально для почек скажи вредно вы даже у них такой лозунг что покупатель всегда прав это очень близко к истине покупатель что хочет я в америке он был и решил посмотреть платья свадебные купить а у них они то без рукавов того здесь все вырезано так стромота 1 я говорю нужно чтобы так было закрыто и так по каталогу не так подождите мы находимся сан-франциско он пошел по телефону звонит в вашингтоне нашли так вы когда придете я не приду думаю я только узнать хотел то у меня и денег то нету я зашел это уже клиент вот как надо смотреть то и они все равно под каталогу начали звонить тут же при мне все нашли где так вызывать нет я говорю не надо я приезжаю я уезжаю отсюда я просто хотел узнать после я имел ввиду в том что у меня отношения как людям они как к скотам что чаще всего бывает к сожалению понимаете и я стараюсь чтобы у меня упор не на деньги шел упорно так сказать отношения то есть как к человеку я да я могу даже без денег посмотреть у меня деньги все не упирается далеко и милостыню делаю сколько я могу так сказать и уже десятину начал платить то есть работая над собой для бороду зачем портите мы уже не порчу уже так сказать у нас есть врачи и следователи и прокуратуре краевой и в армии берут бороду никто не трогает приучите с малого начните бритву уничтожьте и больше не прикасатель не получится а почему женоподобие это женщины команды и когда человек вот это скоблица это блудодейная ересь называется блудодейная это не знаю протопопа вакуума у меня на военном билете я с бородой на военном билете советское время не у меня не у меня не получится чтобы женщина командовал надо мной у меня просто кровь такая это 79 взвешивался я очень давно я уже где наверно под 90 надо худеть 85 но я уже похудел надо еще не знаю чтобы лицо более тонкое сделалось а то вверху не поместишься можно более-менее чем раньше конкретно обо всем говорю это ступени а не так я тебе сейчас дам какой-то стих посчитаешь ты там эти говорю практически как все это связано с плотским тут плоть тут плоть там позади воспоминания вот она такой это переозирает сатана и мучает ты его бей сатану с ним сатаной не бороться надо побеждать побеждать сокрушу под ноги ваши вскоре 16 глава 20 сих кремлинам под ноги его вообще его бог дал нам власть избави нас от лукавого все на этом спасибо ваш слава иисусу христу слава иисусу